Здравствуйте! В прямом эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер. Главная тема выпуска. Горячая пора. В Самарском регионе объявлен чрезвычайный класс пожароопасности. Возвобожденные от ямы улицу Свободу в Самаре привели в порядок. В тесноте да не в обиде на автобусный маршрут 5D, соединяющий сухую Самарку с центром города, обещают пустить дополнительные автобусы. Вход и въезд запрещены. Посещать самарские леса нельзя ни пешком, ни на автомобилях. В 12 районах региона объявлен чрезвычайный пятый класс пожароопасности. Еще в пяти четвертый. В Самарской области с начала сезона произошло 15 лесных пожаров. Крупное ЧП случилось на территории Тольяттинского лесничества в начале лета. Еще одно в начале августа. Огнем были охвачены 5 гектаров леса. Опасность возгорания сохраняется сейчас. Сухая трава и деревья воспламеняются мгновенно. И потушить такое пламя очень сложно. Сотрудники МЧС напоминают, если вы заметили возгорание в лесной зоне, в первую очередь необходимо сообщить об этом пожарным по телефону 01 или 112. При возможности отправить кого-либо в ближайший населенный пункт за помощью, если это требуется, при возможности приступить к тушению. Пламя можно захлестывать ветками, желательно листами пород деревьев, проливать водой и забрасывать грунтом. Дорога, ведущая в город. Маршрут 5D – один из важнейших для самарцев, ведь он соединяет окраину города, поселок Сухая Самарка, с его центром, площадью революции и жидовокзалом. При этом далеко не все пассажиры довольны его работой, о чем и написали в твиттер главы самарского региона. По поручению Дмитрия Азарова, городские власти занялись решением проблемы. Данил Лычко на месте выяснил, как обстоят дела. Школы, заводы и вокзалы. От Сухой Самарки и до Губернского рынка. Автобус по маршруту 5D соединяет самые важные точки города. Транспорт ходит примерно каждые 15 минут, а то и меньше. Самый ранний рейс в 5 утра, поздний – в 10 вечера. Работу автобусов пассажиры оценивают по-разному. Ходят часто. Сейчас, может быть, в Париже я живу на даче. А вот до этого лета, когда поменялся немножко, ну просто супер. Очень плохо работают. Надо почаще ездить. Час пик. Потому что стоим, по полчаса ждем. Особенно по средам у них, как говорят, дачные дни. Так что желательно, чтобы почаще ходили. А то набьют нас, как селедку, и возят. Да, ну, ходят вроде нормально. Зимой. А, нет, по весне. Трудно было уехать. Сейчас нормально ходят. В твиттер главы региона жители пишут, что в час пик сложно уехать. Руководитель городского департамента транспорта Юрий Топилин проверяет, как это выглядит в действительности. Желающих уехать действительно много. Однако на остановке никто не остается. Сегодня сами испытали, что автобус пассажиров вывозит всех с остановок, но при этом внутри, конечно, плотничком люди набиваются. Мы понимаем, что с 1 сентября, когда поедут у нас еще студенты, эта ситуация может быть еще более актуальной, потому что пассажиропоток еще увеличится. Поэтому с перевозчиком этот момент будем отрабатывать. Осенью автобус может поменять расписание. Сейчас по маршруту 5D ходит до 10 машин. В сентябре, когда поток пассажиров увеличится, пустят дополнительные автобусы. Данил Лучко, Станислав Левин. События. Еще один дорожный участок в Самаре привели в нормальное состояние. Этой ночью завершился ремонт улицы Свободы от Ратнера до 22-го портсъезда. Днем уже открыли движение. Это 350 метров асфальта. Проектом безопасной и качественной дороги предусмотрены работы на дорогах в разных районах города. За ночную укладку асфальта наблюдал Олег Зверев. Не менее 8 часов должно пройти с момента укладки свежего асфальта и до того, как по новой дороге проедут первые автомобили. Работа проводится ночью, а днем участок будет открыт для движения транспорта. Улицу Свободы от Ратнера до 22-го портсъезда приводят в нормативное состояние по программе безопасной и качественной дороги. Ремонт большими картами свыше 100 погонных метров. Здесь протяженность участка 350 метров. Укладывается мелкозернистый асфальтобетон Б1. Ти-Б это означает то, что содержание щебня в этом асфальте от 40 до 50 процентов. А марка 1 означает то, что применяются высокопрочные материалы. Контроль работ ведет МБУ дорожное хозяйство. Контролируется каждый этап работ от фрезерования до укладки. Работы на этом участке стартовали 10 августа. Всего за лето планируется привести в порядок 37 участков городских дорог. Из них около 30 уже сделаны. В первую очередь дорожная техника появляется там, где больше всего нареканий со стороны жителей. Плюс предписание ГИБДД. Эксперты оценивают состояние, после чего начинается ремонт. Улица Свобода проходит по населенному району. К тому же здесь один из крупнейших университетов города. Как раз пути и сообщения. То, что качество дорог в Самаре улучшается, отмечают всем. Конечно, это видно. Даже вот нам, как студентам, ездить на общественном транспорте стало приятнее добираться до учебных корпусов. По новым дорогам как-то лучше. И даже быстрее получается. Дорожно-ремонтный сезон в Самаре продолжается. Весь запланированный объем работы должен быть выполнен до 30 сентября. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Программа «Двой конструктор двора» в числе самых обсуждаемых тем в Самаре для жителей разных районов города важно получить 100 тысяч рублей на благоустройство придомовой территории. Все зависит, конечно, от того, насколько активно используют этот шанс сами горожане. Необходимо всем вместе решить, какие объекты нужны и правильно подать заявки. Во дворе дома по улице Ялтинская, 4, побывал наш корреспондент. О том, насколько важно, чтобы каждый проявил участие, жители дома по улице Ялтинская, 4, уже знают. Возле их дома уже было проведено благоустройство по программе «Двор, в котором мы живем». И вот новые проекты, новые планы. В Самаре принимают заявки на «Твой конструктор двора». Судя по активности жителей, у этой территории большие шансы получить грант 100 тысяч рублей на благоустройство. Это карусели, качели, просят вместо песка антитравматическое покрытие. Сделать лавочку, сделать столик во дворе, чтобы жителям было приятно прийти и сесть под дерево, отдохнуть. Но и установка других форм, которые можно купить, тоже предусматривает программа. Это очень удобно. В рамках нового проекта «Твой конструктор двора» горожане сами смогут выбрать, что им подходит больше. Лавочки и столы, качели и горки, заборы и дополнительные украшения. Жителям представляется возможность преобразить свой двор, принять комплексные решения или совместные решения о том, чего им не хватает во дворах и чего им добавить, чтобы приукрасить и благоустроить свою прилегающую к дому территорию. Нынешние собрания жильцов финально и инициативную группу избрали. За дело взялись, оформить все документы поможет районная администрация. Соседи уверены, что вместе они делают очень важное дело. Создают во дворе условия для детей, по которым они впоследствии будут вспоминать, насколько уютным и добрым было их детство. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Далее коротко о других событиях дня. Более 30 пулеметов и ружей хранил житель Самары. Арсенал нашли сотрудники регионального управления ФСБ. В доме 54-летнего мужчины были спрятаны пулемет «Максим», пистолет-пулемет УЗИ, пистолет-пулемет ППС, винтовки «Маузер», мелкокалиберные револьверы иностранного производства, нарезные гладкоствольные ружья, револьвер системы «Наган», граната «Ф-1». Сигнальные пистолеты, более тысячи различных патронов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. До конца этого года в регионе должно появиться 2200 дополнительных мест в детских садах. Сейчас в очереди стоят почти 2000 малышей. Решить проблему намерены за счет строительства, реконструкции, покупки и капремонта детских дошкольных учреждений. На эти цели из федерального бюджета Самарская область получит миллиард рублей. Планируется, что на эти деньги удастся построить 13 новых садов в Самаре, Тольятти, Похвестнево, Волжском, Нефтегорском и Кошкинском районах. Троллейбусы и автобусы снова пустили по улице Мичури на участок от Осипенко до Челюскинцев. Был перекрыт с 14 августа. Причиной тому была коммунальная авария. Специалисты ремонтировали инженерные коммуникации в течение трех дней. Транспорт пустили в объезд. Теперь же все вернулось на свои привычные места. 22-й и 4-й автобусы, а также троллейбусы под номерами 4 и 15, Будут ходить по своему обычному пути и стандартному расписанию. Тем временем уже в воскресенье 19 августа в Самаре вновь ограничат движение. На этот раз возле Самара-арены. В этот день на стадионе состоится матч крылья советов «Локомотив». И потому с 14.00 до 22 часов будет временно прекращено движение транспорта на участках. Улиц Дальняя, Арена 2018, Первая стадионная, проездах от 6 до 11, Дублёре Московского шоссе на участке от Волгского шоссе до Дальней. Кроме того, в эти же часы на тех же дорогах будет введен временный запрет на остановки машин. На выходных улица Куйбышева снова станет пешеходной и превратится в гигантскую развлекательную площадку. В 16.00 Самарский областной художественный музей представит проект, благодаря которому посетители смогут узнать об истории музея, декоративном оформлении интерьеров, экспонатов и сделать оригинальный скетч. Тема первых занятий – история дома на Дворянской рабочей колхозницы, свою интеллектуальную программу представит и Самарский областная универсальная научная библиотека. А поклонников красочных зрелищ ждет выступление танцевального коллектива «Руклин» и шоу бразильских барабанов. В следующие выходные на Мустряковских озерах вновь будет цареть праздничная атмосфера. С 24 по 26 августа там пройдет пятый международный слет ветеранов боевых действий и фестиваль патриотической песни «Память». Всех гостей ждет насыщенная программа. Стрельба из лука, бой на мечах, зорницы, дегустация богатырского хлеба. Вот спортивное состязание по мини-футболу, волейболу, перетягиванию каната. В этом году планируются две военные реконструкции, посвященные афганской войне и великоотечественной. Стать участником битвы и примерить на себя форму солдата может любой желающий. На фестиваль приедут участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Казахстана и других городов республик. С патриотическими песнями выступят такие ансамбли, как «Ан-2», «Каскад» и «Крылатая пехота». Для детей планируется особая программа, фокусы, веселый старт, конкурс рисунков и фотографий. С года в год мы улучшаем программу проведения фестиваля, вносим различные мероприятия, чтобы всем отдыхающим было интересно провести, отдохнуть, кто неделю, кто выходные приезжает. В этом году очень много будет специальной программы разработано для детей. То есть мы обязали многие школы Тольятти, Чапаевска, Самары, Челновершин и других муниципалитетов нашей губернии, чтобы они предоставили детские коллективы с номерами на военную тему. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы в следующие выпуски. Чтобы их первый дом был уютным, дети-сирота сегодня получили подарки к новоселью. Они построили город, самарским ветеранам отрасли вручили награды. Военные делегации из 13 стран мира сегодня в Самаре стартует чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 18 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова